Продолжается мигрантский кризис, устроенный Лукашенко на границе с Польшей. За вчерашний день 478 мигрантов были завернуты назад в Беларусь, в польской погранохране. Более того, поляки сделали кино, очень такое поразительное и замечательное, о том, как белорусские пограничники помогают нелегальным мигрантам пересечь забор, который, там забор из колючей проволоки, который поляки установили на границе с Лукашенко. И белорусские пограничники подъехали с этими мигрантами, подъехали с лестницами, по всей видимости, с какими-то тулупами, с какими-то одеялами, которыми они закидывали эту колючую проволоку, с тем, чтобы мигранты смогли перейти через забор на польскую сторону. То есть, это все задокументировано, это все видно, на приборах начало видно просто как божий день. И польская сторона, естественно, будет немедленно настаивать в Европе на введении новых, особо вкусных, особо полезных санкций против режима Лукашенко, поскольку он, судя по всему, вот эти санкции как раз за это все и просит. Да, и надо сказать, что вот среди этих 470 плюс мигрантов незаконных, которых Лукашенко за 28 число привез на границу с Польшей и которых там остановили, ни один не остался в Польше. Всех вернули назад в Беларусь. То есть, количество мигрантов, которые сейчас там тем или иным способом добрались до Беларуси и не имеют никаких шансов перейти ни в Польшу, ни в Латвию, ни в Литву, оно уже зашкалило за 20 тысяч и уже приближается к доселению какого-то там белорусского райцентра. То есть, глядишь, скоро появятся у нас там новые граждане, мечеть построят. Не, ну в принципе, а почему нет? Это же люди, их свез Лукашенко. Лукашенко же не тот, он же целый президент. Ну, по крайней мере, он таким себя считает. А, соответственно, всех людей, которых он свез туда, он свозит официально. Видимо, собирается им дать вид на жительство, гражданство. А в дальнейшем они будут его избирать президентом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...